Хозяйство при Амуре включает в себя три полеводческие бригады, молочно-товарную ферму, центральную ремонтную мастерскую, а также зерновые дворы и автогаражи. Весной в поля выйдут более 60 единиц различной техники, рассказали главе региона в ремонтной мастерской. Здесь уже на 100% готовы к работе трактора. Завершается ремонт посевных и почвообрабатывающих комплексов. На встречу с главой региона вышли рабочие. Александр Козлов поинтересовался, есть ли задержки заработной платы и отметил. Вопросы выплат у него на особом контроле. Людей обманываешь, не платишь людям столько, сколько в отрасли запланировано. К нам за субсидиями, за поддержкой, за помощью не приходи. Также в ходе поездки Александр Козлов побывал на стройке животноводческого комплекса нового поколения. Он рассчитан почти на 500 голов. Отдельно здесь возвели и молочно-доильный блок. Корова проходит полный цикл круг, автоматически аппарат отключается, обрабатывается автоматически вымя. На строительство зданий и закупку оборудования уже было потрачено 213 миллионов рублей. Финансирование комплекса продолжится и в этом году. В 2017 году мы направляем еще дополнительно 244 миллиона рублей, что включает в себя строительство телятника для содержания телят в возрасте от 4 до 18 месяцев в сумме 76 миллионов рублей. 60 миллионов рублей мы направляем на покупку нителей в Красноярском крае с красно-пестрой породы в количестве 400 голов. Александр Козлов отметил, что аграрный сектор экономики региона остается одним из приоритетных направлений развития области. Поэтому в 2017 почти полтора миллиарда рублей будет направлено именно на развитие сельхозпроизводства в Преамурье. Кстати, 987 миллионов выделят из федерального бюджета. А потому контроль за средствами и выплатой зарплат агрария будет контролироваться отдельно. С руководителями хозяйств, где трудятся наши люди, будут подписаны соглашения о том, что средняя заработная плата, ну понятно, в определенном хозяйстве при определенных условиях должна составлять определенную сумму. Сейчас Минсельхоз должен эту сумму определить для того, чтобы не было теневого сектора, чтобы людей не обманывали. Если руководители хозяйств не хотят, ну соответственно мы тогда в свою очередь будем также вопрос ставить о поддержке. В конце поездки глава региона прогулялся по площади Победы в селе Тамбовка на ремонт и реконструкцию, которой в прошлом году было направлено 5 миллионов рублей. На выделенные деньги здесь положили тротуарную плитку, установили уличные фонари и закончили благоустройство. Ирина Кавзарь, Аман Юдаков, Первый областной.